Всем добрый день! Посмотрим сегодня, что происходит на звёздном небе. Сегодня событий несколько и достаточно они интересны. Буквально вот вчера Венера поменяла знак и переходит из Козерога в Водолей. Венера это планета, которая ведает, некоторые считают, что Венера это Афродита, богиня любви. Да, она имеет отношение к любви, но тем не менее, бог любви это Аполлон. Венера ведает установлением контактов и коммуникаций. Вот сперва включается Аполлон, любовь, а потом уже Венера этих двух людей ведёт в ЗАГС. Луна в это время идёт по знаку Овен. А поскольку мы уже привыкли начинать с того знака, где сегодня Луна, то начинаем сегодня со знака Овен. Ничего Овнам хорошего Луна в Овне не принесёт. Принесёт много эмоциональных хлопот и много всяких неурядиц. И кстати, с учётом оппозиции к Юпитеру, я бы рекомендовал Овнам сегодня, а лучше сегодня-завтра, воздержаться от жирной пищи. Сегодня вам будет максимально, ну она не то что вредна, будет тяжело переносить. Телец. Вот совсем недавно в знак Телец перешла Белая Луна. Белая Луна, многие астрологи, например, там тот же Павел Глоб, он делает большой акцент на чёрной луне. Я больше обращаю внимание на Белую Луну. Но Белая Луна это своего рода самая лучшая точка гороскопа. Некоторые её называют ангел-хранитель, некоторые называют там некий подарок судьбы. То есть у Телецов сейчас, несмотря на то, что напряжённые аспекты есть к Телцу, начинается период повышенной фартовости. Например, вот сейчас Марс по-прежнему создаёт напряжение к знаку Телец. Но наличие в Тельце Белой Луны будет трансформировать это напряжение в какой-то позитив. Венера сейчас будет создавать Тельцам напряжение. То есть могут рушиться какие-то отношения, там что в бизнесе, что в личном плане. Но наличие Белой Луны в Тельце позволит разрушиться тем взаимоотношениям, которые вам действительно не нужны. Близнецы. Сегодня вот в оппозиции к Близнецам, Солнце соединяется точно с Сатурном. И Близнецы могут испытывать некую такую вот сдавленность. Им будет немножко тяжеловато. При таком аспекте, Сатурн в ряде прочего, некоторые её именуют планетой Кармы. То есть что может происходить? Что-то накопленное вами вчера, сегодня может обернуться каким-то своим следствием. Знак Рак. Вот интерпретировать что-то Рака мне всегда очень тяжеловато, потому что это, с одной стороны, самый глубокий знак. Но в силу своей глубокости иногда тяжело проникнуть, что там у них происходит. Они порой и сами не знают, что там у них. Сегодня они точно не будут знать, что у них происходит, потому что Луна в Овне – это напряжённый аспект к Раку. И будет такая вот вихния водная стихия, и вода будет закипать. Закипать она будет недолго, буквально до завтрашнего дня покипит, и потом всё начнёт стабилизироваться. Вот кого переход Венеры в водолеи не может обрадовать, так это рождённых под знаком Лев. Потому что к ним это образовывается оппозиция. То есть на ближайшее время аккуратность с финансовыми вложениями. Мало того, и Марс, и Венера в оппозиции ко Льву. То есть вполне возможно, что не то чтобы рушиться будут отношения, хотя иногда и рушиться будут. Но вы не переживайте, рушиться будет то, что должно рухнуть. Дева. Переход Венеры в водолеи Дева особо не обрадует, но собственно и не огорчит. Просто до этого им было немножко легче, сейчас немножко сложнее. Меркурий по-прежнему вам покровительствует. Солнце, как я и в прошлый раз рассказывал, по-прежнему у вас в напряжении. То есть по-прежнему аккуратно со здоровьем. И Меркурий, время сейчас в хорошем положении. А Меркурий, козерог, это в ряде прочего властные структуры. Налаживать отношения с более высокими этажами общества, чем те, на которых вы сегодня находитесь. Луна в Овне. И сегодня я лесам позавидовать точно не могу. Сегодня у них будет, даже не сколько у них, у них то будет все нормально. А вот у их окружения будут такие, вот знаете, маленькие Армагеддон, они всем вокруг устроят. С одной стороны, весы очень такой хороший, практичный знак. Зачем я буду нервничать, если я могу заставить нервничать всех вокруг себя? Очень такой правильный подход, но тем не менее, есть позитивная сторона у весов. То есть Луна то быстро идет, буквально после завтра и она уже переходит в Телец. Но Венера, которая перешла в Адалей, она будет идти долго там. Точно я пока не смотрел, сколько она конкретно будет идти, но 3 недели минимум. А Венера одна из значимых планет для весов. То есть у весов сейчас как-то финансовый вопрос начнут решаться, какие-то партнерские взаимоотношения. Именно весы сейчас будут самыми сильными посредниками. Если кому-то надо помочь решить какой-то вопрос, обращайтесь к весам. Скорпион. Ну, скорпионам предстоит понервничать послезавтра, когда Луна перейдет в Телец. Но это проблемы будут опять-таки не серьезные, а проблемы чисто уровня эмоций. Кто-то где-то вам не то сказал, а с учетом Венеры, кто-то где-то не то сказал, а вы еще и неправильно поняли, и информация к вам дошла искаженная, и вы на всех обиделись. Или хуже еще, наговорили всем в ответ каких-то... В общем, попробуйте суббота, воскресенье, понедельник не делать выводов никаких, а немножко воздержаться. Стрелец. Вот как раз сегодня и половина дня завтра, пока Луна в Овне, Стрелецы будут чувствовать эмоциональный подъем. Все у них будет красиво и хорошо. А тут еще и Луна задевает у нас Юпитер. То есть, либо вы захотите себе купить, либо купите, либо вам кто-то подарит там новый мобильный телефон, или там вы себе установите какую-то новую версию там на компьютер, и будете очень этому рады. Козерог. Ну, Венера вышла из вашего знака, но, собственно, грустить вам по этому поводу смысла нет. Нервничать есть смысл, но по поводу того, что Луна сегодня в Овне... Луна в Овне вообще интересное положение. Я вот как Козерог иногда... Понимаю, что нужно быть аккуратным, когда в Овне. Нет, обязательно забуду и споткнусь. Это, как говорила мне моя супруга, ты иногда слушай советы, которые другим даешь, иногда сам делай. Сегодня умерьте свой эмоциональный пыл. Если вы сегодня будете более воздержаны, то завтра со второй половины дня и воскресенье вас ждут какие-то очень приятные, позитивные, эмоциональные моменты. Водолей. Ну, опять-таки, Водолеи... Венера перешла в ваш знак, там же находится Марс, то есть вы сейчас как бы очень сгармонизированы, то есть и мужская, и женская энергия у вас достаточно мощная, и вы сейчас... Ну, как бы у вас есть два крыла, которыми вы можете лететь. То есть вам сейчас не нужен... Вам сейчас не надо помогать. Вы сейчас можете все. Рыбы. Ну, к рыбам, наконец-то, постепенно стал ослабевать негативный аспект со стороны Сатурна. Он уже почти ушел. Ну, в смысле, особо острая фаза его ушла, то есть уже можете... Не то чтобы расслабляться, расслабляться вам еще полтора года нельзя, но уже более начнете себя чувствовать комфортно. Уж когда нельзя расслабляться точно вам, так это 12, 13 и 14 числа. 14 во второй половине уже можно. Опять-таки, если говорить о Венере, переход Венеры-Водолеи погода вам особо и не делает, но будьте готовы к тому, приготовьтесь, совсем скоро Венера перейдет в ваш знак. И будет у вас много денег. Что можно сказать в целом? Наконец-то, в прошлое и позапрошлые рожды мы говорили об усиливающемся треугольнике. Вот этот треугольничек потихонечку начало ослабевать, и я думаю, к следующему разу картина уже будет совершенно другая. Но сейчас добавилось в карте очень много... Ну, есть тут красные аспекты, зеленые, красные напряженные, зеленые позитивные. Все больше и больше становится зеленых аспектов, причем к таким вот основным планетам, там Солнце, Уран, Сатурн. То есть больше позитива, больше возможностей для всех знаков. До новых встреч!